Приветствую друзья! Только забрал из офиса СДЭКО новинку компании TrendVision называется Drive 1000 это сигнатурный радар-детектор с GPS очень интересная модель потому что здесь есть увеличенная дистанция детектирования LNA с этим буду сегодня разбираться давайте сейчас переместимся в студию сначала поговорим про эту модель красиво понятно без лишней воды будем сравнивать насколько вообще этот LNA работает и как хорошо вообще детектируется данная новинка компании TrendVision давайте приступим ну не буду я вот так делать покупать радар-детектор и давайте-ка я все вообще отключу итак что же такое LNA по факту LNA является усилителем радарной части и как следствие увеличивается дальность детектирования производитель заявляет что она будет на 30 процентов больше я пока утверждать это не могу так как тесты будут еще впереди пока давайте разберемся с внешним видом устройства комплектации а дальше уже протестируем оттуда и поймем насколько от LNA нам необходим радар-детектор попадает к нам в картонной коробке изготовлен устройство в Корее заявленная гарантия составляет один год и что же входит в комплектацию естественно сам радар-детектор крепление на присосках на стекло блок питания прикуриватель кстати с дополнительным сквозным питанием два запасных предохранителя кабель mini usb для соединения с компьютером и обновления и руководство пользователя drive 1000 выполнен из матового пластика в привычной плоской компоновке таких устройств тут ничего нового спереди выделяется выпуклая защита приемника сигнала на верхнюю часть выходит динамик для оповещения и там же три основных кнопки управления спереди узкий OLED экран который немного направлен на водителя по бокам также есть элементы управления громкость регулируется привычным колесиком диммером она же и включает устройство слева разъем для питания 12 вольт справа mini usb для обновления перейдем к основному предназначению радар-детекторы несомненным плюсом этой модели является то что оповещение камера приходит от двух источников за счет рупорной антенны устройства я gps информера тренд vision drive 1000 распознает все актуальные сигнатуры по их заверению сейчас все возможные варианты вы видите на экране и да их действительно немало кстати базы gps в устройстве всегда актуальны и они выходят каждую неделю и появляются на официальном сайте скачивайте загружайте на устройство и не знайте проблем меню устройство очень обширное и простое и настраивается индивидуально под каждого водителя хотя могу сказать заранее что большинство современных радар-детекторов и по умолчанию настроена очень неплохо ну как то так вроде ни о чем из базовых и важных вещей сказать не забыл давайте переместимся в автомобиль и протестируем гаджет в городе и на трассе что ж ребят установили тренд vision сейчас включаем 1 1 режим smart горы 2 город 3 режим smart gps определилась кстати достаточно быстро все пишут что около двух минут в моем случае произошло это гораздо быстрее давайте наверное начинать тестируйте это дело будем на нашем любимом московском шоссе где мы проводим огромное количество тестов различных ком-устройства и радар-детекторов так как на протяжении всего этого шоссе установлено достаточное количество камер и занесенных базу и переносных комплексов которые устройства должны определять и сейчас мы двигаемся как раз в ту сторону стационарный радар контроль скорости ограничение 40 был определён стационарный радар за 400 с лишним метров вполне неплохие показатели как я и говорил установлен умный smart режим включены базы включена и сигнатурная составляющая как видите сейчас отрабатывает сигнатура мы проехали скат стационарный радар контроль стоп-линии скорости ограничение 60 вот стоп-линия определена почти за 400 метров это очень хороший показатель при этом как я и сказал мы едем на невысокой скорости и можем вообще вот как сейчас можно сказать по факту плестись в пробке но попасть на стоп-линию несмотря на это отработала база было сообщение очень все хорошо кстати как вы видите справа показывается текущая скорость 52 километра в час мы едем кстати правдивая нормально запоздание почти нет стационарный радар контроль скорости ограничение 40 вот уже отработала база 450 метров и перед нами камеры вдалеке вы наверное можете видеть если нет то вы их увидите чуть позже и вот пошла уже сигнатурная отработка говорят ну хватит не превышай мы видим камеры и вот он отработающий комплекс которому мы приближаемся с которыми я уже получал немало штрафов 55 42 метра 30 проехали по определение очень хорошие с точки зрения наше место нахождение по дпс стационарный радар контроль скорости ограничение 60 это отработка вообще за 540 метров вообще очень хороший показатель правда если я не ошибаюсь там должна быть призма почему-то он не назвал не сказал название стационарный радар контроль скорости ограничение 60 спину спину кстати словил за триста тридцать метров очень хорошо решил я все-таки по пути на трассу включить камеру и мало ли может быть что-то отработает стационарный радар контроль скорости ограничение 60 сейчас просто пока ехал была отработка скота именно по сигнатуре я такой блин а я ведь могу много упустить сейчас должна быть отработка еще двух комплексов анарный радар контроль пешеходного перехода скорости ограничения 30 вот это отличный вообще показатель обычно у меня срабатывает чуть позже вот и не сигнатура подключилась которая нам очень сильно мешает разговаривать и вообще и просьба не надо меня хейтить за то что я никогда не отключаю радарную часть но вот такой рядовой пользователь во первых я не люблю трассы вообще я уже неоднократно про это говорил а во вторых но не буду я вот так делать покупать радар детектор и давайте-ка я все вообще отключу чтобы у меня просто был непонятный писк и типа если он быстрый значит я ближе камере если он не такой часто это значит я дальше от камеры а в чем смысл тогда вообще этого радар детектора я этого вообще не понимаю и по факту я его тестирую целостно как она и устроена зачем брать и отключать базу камер если база камер есть сейчас работал чисто сигнатура отработала все проехали да вот видите сейчас например не отработала база gps вообще не отработала потому что камеры в базе нету зато отработала сигнатура вот этот целостный как раз режим о котором я пытаюсь и говорить зачем то или иное отключать чтобы например штатную камеру не обнаружила сигнатуры или наоборот обнаружил вот это не одна короче это полный билиберда на мой взгляд вот сейчас от все работает хорошо так как нужно gps здесь не определил камеру потому что может быть прошивка не обновлена может быть и просто в базе нет она переносная стояла а искру обнаружил сигнатура обнаружила все то есть как бы все работает и так и должно это работать понимаете поэтому пишите ваше мнение в комментариях интересно что вы думаете по этому поводу но на мой взгляд это прям максимально странно как-то отключать ту или иную функцию которая изначально заложена в детектор кстати интересный момент здесь же как вы тоже понимаете здесь есть фильтр за сигнатур и как в старых радар детекторов которые вообще пищат на все подряд на датчики слепых зон автомобилей на заправке на торговые центры на автоматические двери маршрутных такси торговых центров здесь фильтр есть он работает кстати справа от нас находится собственно торговый центр и никаких ложных срабатываний нет скорости ограничения почти за 600 метров очень хорошо и так мы приближаемся к трассе поэтому нам нужно включить режим трасса не забываем это сделать до смарт-режим это автоматически сделает но лучше сделать самому чтобы быть полностью уверенным особенно если у вас какой-нибудь дальнее путешествие и вам нужно быть точно уверенным что вы не привезете пару десятков тысяч штраф и поймёт контроль скорости ограничение тренога сигнатуры определена за 600 с лишним метров боли надо очень круто трасса объездная сигнатура вот как отрабатывает вот как это должно быть диапазон вот он вот он дача гейкер вот он сработал сейчас самое сильное излучение здесь спряталась камера ребята здесь спряталась камеры я вам говорю усиление сигнала действительно работает я вижу на трай на карте внизу что есть камера и он не даст нам спокойно ехать просто зашкаливает вот как должна отрабатывать сигнатура режим трасса усилитель на и у нас на двойке стоит можно на тройку поставить быть еще контроль скорости ограничение 70 тренога тоже определилась за 350 но тут уже отработала база камера скат сигнатурой определён скат вот она вот сейчас будет стоять притормаживаю вот она камера справа стоит тренога контроль скорости ограничение за 707 метров ребята тренога переносная вот это вот это я понимаю база камер не поняла база камер нет а он говорит ребята 70 скидывайте скорость вот как должно это работать вот блин вот это я понимаю конечно вот тут у меня прям реально никаких вопросов к тому как это работает это работает так как должно это работать кстати режим трасса сейчас может быть плохо видно справа заправка заблю рифон но видно что заправку приезжаем никаких ложных срабатываний даже в режиме трасса это хорошо давайте немножко под разгонимся ребятки и может быть на финалочку еще какую-нибудь такую хорошую детекцию словить тренога контроль скорости ограничение 50 еще на 3 но как я говорил при текущей скорости примерно в 90 за три с чем-то метров тоже неплохой показатели по крайней мере она определена так ребят давайте наверное заканчивать с тестами по городу посмотрели по трассе посмотрели продетектировали и закругляемся и наверное подводим итоги по данному устройству и мне понравилось все наверное по моим эмоциям это было понятно и вопросов возникать у вас не должно и какой же итог мы можем подвести трендвижн драйв 1000 сигнете л на действительно порадовал а заявленное усиление л на показала себя во всей красе как и в городе так и на трассе спину детектирует очень неплохо и это еще с учетом того что я выбрал средний показатель усиления где-то себя хорошо показала gps информирование а где-то и сигнатуру очень пригодилась там где в базу камера не занесена другими словами данный продукт я точно могу рекомендовать покупки что касается стоимости это средний ценовой сегмент и за новинку компании вам придется отдать около 10 тысяч рублей но поверьте имея на борту это устройство вы достаточно быстро его оправдаете за счет того что просто не платите штрафы кстати по промокоду tv car 22 вы можете получить скидку 10 процентов на это устройство да и вообще на весь ассортимент компании трендвижн ссылку на проверенных продавцов я конечно оставлю в описании но на сегодня все ставьте лайки подписывайтесь на канал увидимся